Моя должность была, работал на его 2010 году заместителем, ну, начало года, когда пришел Янукович с командой своей. Я работал заместителем начальника ОВД Днепропетровской области. Сразу же ушел в отпуск, потом моя должность была сокращена, ну, то есть, как по иллюстрации там написано, я ученый был, выпадал в рапорт, ну, то есть, сокращенно я уволился и все, и больше, то есть, я работал в университете внутренних дел, занимался наукой, защитил кандидатскую диссертацию за это время, а опять вернулся в ряды милиции 30 апреля 2014 года, когда было все уже захвачено в Луганске, мы зашли туда командой вместе с Науменко, вот, 18 дней мы держали в обороне ОВД, после чего, там, из-за предательства, то есть, ОВД было захвачено, и мы вывели полностью весь аппарат на город Сватово и Старобельск, где продолжали работать. Значит, еще, если так яснее, возникал такой, там, момент, где-то в прессе, где-то прошло, что, там, был приказ какой-то министерства, юстиции, вот, я в это время находился в отпуске, даже могу сказать, находился в Израиле. Когда я пролетел назад, мне никто не сказал, что вы, там, сокращены, или, там, вас, то есть, люстрировали, ничего. Я вышел на работу и дальше исполнял свои обязанности. Поэтому, все еще могу сказать. Значит, любой, можно послать запрос в Министерство юстиции, пусть они прокомментируют. Был, не был, на каком основании, кто там, стратил или какие-то там вопросы. То есть, повода для люстрации не было никакого, потому что там ясно написано, какие, то есть, работа при режиме, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Есть такая информация о том, что деякие співробитники служили своим станом или превышали его, и ранее засудженных там склонялись для дачи показов, и так далее, и так далее. Это версия прокуратуры и СБУ. То есть, они сейчас занимаются проверкой всех этих... Для этого были проведены обшуки, вилучены документы, так же в СИЗО, там опитываются люди. То есть, это процесс расследования криминальных дел. Кто там на кого наложил арешт, и почему прокуратура там ССБ накладывает друг на друга арешт, я не знаю. Это их права. Для меня это... Я пришел и сказал, что все работают с чистого листа. Открыли, и буду смотреть вашу работу. Если кто-то заработал себе хлопот, то хай он за это отвечает. Но это было до меня. И поэтому я в эти вопросы вмешиваться не буду. Ни защищать никого не буду, ни топить никого не буду. Хай где, как и где, и где расследование, хай будет все по закону. Близко 500 споробитников. У нас не комплект. Да, не комплект. Потому что есть над чем работать. Сейчас мы договариваемся с полицией, чтобы набрать 30 бойцов в корт. Ну и будем дальше смотреть по службам, где есть потребы. Сейчас молодые фаховцы зайдут с учебных закладов. И потом посмотрим, где будут потребы, уже будем смотреть и объявлять конкурс на прием на работу. Ну, занимаемся. Цей проблемой тоже занимаемся. Но дефицит таки есть, как и по всей стране. Все. Зарплата оперативного сотрудника, следователя, она от 10 тысяч гривен начинается. В зависимости от выслуги лет, от звания, от должности и так далее, и так далее. Начастковые и службы другие получают немножко меньше. Восьми, девять тысяч и так далее. Это на местах. Сказать, что это достаточно, конечно, я скажу, что это недостаточно. Я никого не боюсь. Вот. Я и в Луганской области делал все, чтобы мне люди получали больше. Ездил, выбивал. Добился того, что людям оплатили по три тысячи компенсаций за переселенческие хотя бы. Плюс там две тысячи премии выдавали. И вот так люди и выживали. Только благодаря этому там хотя бы остался какой-то коллектив. Ну, если из двух тысяч трехсот человек, которые вышли с той стороны, осталось восемьсот, то я думаю, что этих людей уже нужно уберечь. Это уже те люди, которые действительно уже преданы своей родине. И уже, несмотря ни на что, остались. И надо их уже тогда как-то идти навстречу. Здесь зарплата очень маленькая. Я считаю так. Но все мы зависим от госбюджета. Поэтому планируется немножко увеличить там заработную плату сотрудникам ИВС. Ну, изоляторам временных содержаний, потому что там у них определенные условия. Вот. И покуда повышение зарплаты у нас не намечается. Поэтому будем работать на том, что есть. По поводу оружия. На сегодняшний день продолжается операция оружия. И буквально на этой неделе изъято просто огромное количество оружия. Вот позавчера, три дня назад работали, провели 15 обысков. Изъяли автоматы, пулеметы, гранаты и так далее, и так далее. Вчера изъяли два пистолета. Пистолет-пулемет и два переделанных пистолета. То есть эта работа продолжается. Я задачу поставил, несмотря что операция официально заканчивается. То есть это будет один из приоритетов для всех отделов. Потому что это большая-большая беда, когда у нас каждый третий может в кармане гранату носить. Но это вообще уже никуда, ни в какие рамки оно не... Но я вам скажу так. Если рассуждать о зоне АТО, то сейчас там более-менее наведен порядок. Там перекрыты и почты, и вокзалы. Я даже вам такую скажу ситуацию. Что, допустим, у нас там по Луганской области поезд идет Лисичанск-Киев. То есть их несколько. Так вот, в Лисичанске поезд вместе с работниками полиции по договоренности с железнодорожниками. Мы заводим собачку. И вот она, пока доедут до границы, она идет по вагонам, потихонечку отрабатывает все. То есть даже то, что есть, ну уже были факты такие, выбрасывали в окна. То есть, ну самое главное, чтобы оно не ушло сюда, в мирные регионы. Значит, там серьезные блокпосты стоят. Ну, я могу судить о Луганской области. Вот. Применяются квадрокоптеры. Объездные дороги перекрываются, перерываются дороги. Но самое главное, что военные, и нацгвардия, и мы, всех людей, которые ротируются оттуда сюда, мы проверяем сами. То есть, их строят, выворачивают им все рюкзаки полностью. После этого грузят в автобус, и они поехали. Самая главная беда, это то, что они делали в 2014-2015 году. Это все оружие, которое сейчас здесь, это не то, которое сегодня выходит в зону. То есть, его уже давно вывезли. Просто выходили воинские части, учетов никаких не было. Они вывозили с собой, потом что-то ставилось на учет, что-то не ставилось. Ну, война была. Так всегда на войне. Пока навели порядок, сейчас военные тоже очень серьезно. Выходит бригада, они закапывают остатки каких-то снарядов, боеприпасов и так далее. И так далее берут, в каком-нибудь блиндаже закапывают, потому что, ну, списывать его как-то, это той же там проблемы. Везти его сюда нельзя. Вот, зачастую они неоднократно после уходят, там бригада меняется, проверили, там есть определенные, то есть, остатки боеприпасов и так далее. Ну, это было в 2016 году. А сейчас наведен порядок, жестко. Каждая бригада заходит с собой и вывозит до последнего гвоздя. Новая приходит совсем своим и отвечает за все, что вот, это ее. Поэтому, еще раз говорю, то, что завезено, оно уже где-то здесь, на территории наших областей, поэтому будем работать над этим вопросом. Будем проверять всех, и пусть они обижаются, не обижаются, там, участники АТО, добровольцы и все прочее. Всех будем проверять, всех будем контролировать. И ни у кого нет никаких интульгенций, и права нет ни у кого ходить с гранатами и выяснять отношения с помощью оружия или взрывчатки. Вот так сделаем, как это будет вот история настоящего. Попробуем при этом.